Охота на браконьеров. С наступлением осени в охоту годиях региона закипела жизнь, а значит прибавилась работа у инспекторов Центра лицензионно-разрешительной работы Ивановской Росгвардии. Вчисляем совместно с охотой общества, проверяем наличие путевок, разрешения, охот билета и соответственно сверяем документы с оружием. Если что-то не соответствует, мало ли, если гражданин забыл разрешение или действительно не было, то на него составляется административный протокол. Оружие изымается и хранится в комнате хранения оружия дежурной части до уяснения обстоятельств. Если гражданин предоставит документы, подтверждающие, что это его оружие, то ему после этого выдается оружие. Найти на огромных территориях людей непросто, но инспекторы знают все излюбленные места охотников. Документы, вооруженные посетители леса, обязаны держать при себе, иначе ружье могут изъять. Пожалуйста, документики подождите, путевочку, разрешение на оружие. Охотничьи билеты, пожалуйста. Охотники бывают двух видов. Легальные, со всеми необходимыми разрешениями. Они, как правило, состоят в охот-обществе, где соблюдение всех правил строго контролируется. На этот раз инспекторам встретились именно такие. Охотникам стало гораздо легче. Конечно, есть проблемы финансовые. Все-таки это достаточно, допустим, для пенсионеров достаточно дорого. 4 тысячи взнос. Но благодаря этим взносам можно поддерживать систему охраны и все остальное. Потому что у нас 145 человек в данном обществе. И благодаря вот этим взносам у нас как бы есть своя система контроля. А есть охотники другие. Проще говоря, браконьеры. Зачастую, кроме оружия и желания выследить дичь, у них ничего нет. Такие, как правило, и оказываются в поле зрения инспекторов. Законные охотники справедливо не жалуют чужаков. Именно благодаря сотрудникам Росгвардии весной был рейд. И они здесь где-то примерно километров 10 отсюда. Обнаружили, что здесь достаточно много иванских охотников, которые вообще не зарегистрированы в нашем обществе. Получается, что на нашей территории охотятся совершенно посторонние люди. Операция «Охотник» в регионе стартовала в конце августа. В ходе оперативных мероприятий инспекторы ЛРР ходят по домам владельцев оружия. Проверяют, правильно ли хранятся стволы. Но таким образом инспектируют в основном легальных владельцев оружия, сведения о которых есть в базе данных Росгвардии. Нелегалов всегда приходится выслеживать по лесам. Сезон охоты на браконьеров только начинается. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурмановский район.